МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В случае необходимости консультации узкого специалиста, основные специалисты, хирург, невролог, лор-врач, офтальмолог, по заявке терапевта тоже могут выйти на дом к пациенту. Остальные специалисты так называемых узких специальностей, врач-терапевт может либо с ними проконсультироваться дистанционно, либо в некоторых отдельных случаях пациент может быть приглашен на дом с соблюдением всех предосторожностей. Если ей нужны какие-то необходимые обследования, если их возможно проведение на дому, сделают на дому. Если нужно будет что-то сделать, то, что не делается на дому, со всеми предосторожностями, о которых доктор рассказывает, женщина придет. То есть максимально все-таки мы стараемся не приглашать людей в поликлинику. Этим пациентам организована дистанционная выписка лекарственных препаратов. Если они являются льготными категориями граждан, а многие из них как раз так называемые льготники, им дистанционно по их заявкам выписываются препараты лекарственные, рецепты на препараты, и препараты эти в случае необходимости доставляются на дом. Против системы видеоаналитики в первую очередь выступают представители индустрии красоты. С наклейками на машины, плакатами и флагами они собрались на автопробег, нет камерам. В таком формате участники выразили несогласие с требованиями установки видеоаналитики для возобновления работы непродовольственных магазинов, салонов и студий красоты. Протестующие проехались по городу, привлекая внимание саровчан звуковыми сигналами и атрибутикой. Мы против камер! Автопробегом мы хотели донести до нашего губернатора, что мы не можем поставить камеры видеонаблюдения в бьюти индустрии красоты, потому что это очень-очень сильно бьет по нашему кошельку. Также мы не хотим, чтобы за нашими клиентами следили нарушение их личного пространства, и если будет видеонаблюдение, то мы будем вынуждены поднять цену на некоторые процедуры. Но мы не можем этого сделать, потому что к нам люди тогда не пойдут, мы потеряем работу. Для нас, как и для торговли, это затратно очень. Это не только камеры, это там еще другие требования к нам выдвигают. Откуда брать деньги? Два месяца мы без работы платим аренду. На первом этапе снятия ограничительных мер без видеонаблюдения открыться салоны красоты не могут. Это жесткое требование Федерального Роспотребнадзора. В Нижегородской области больных COVID-19 достаточно много по количеству зараженных регион среди лидеров. В Сарове мы выглядим очень хорошо, но то, что за границами Сарова, и то, что у нас сегодня часть людей работает в карантинной зоне, мы реально имеем угрозу завода. При этом каких-то сверх затрат от предпринимателей установка видеоаналитики не потребует. По новому механизму субсидирования компании могут получить полную компенсацию расходов. Если салон подал заявление о согласии работать в пилотном режиме до 27 мая, компенсация составит 100% от суммы понесенных затрат. Но не более 8 тысяч рублей за одну камеру. По предварительным подсчетам этого должно хватить. Нужно три камеры на одно учреждение, но это предварительно то, что мне известно. То есть это зона ресепшена, это вход и это зона обслуживания. Значит, по поводу технических требований достаточно камер, но там не самых дешевых, но и не самых дорогих, практически самых. Получив компенсацию по окончанию эпидемии и снятию карантинных мер, камеры предприниматели смогут доставить себе. Их достаточно просто настроить, чтобы они отображали вам данные с ваших салонов на ваш мобильный телефон, и вы практически бесплатно в итоге вот этого пилота получите систему видеонаблюдения к себе. Со своей стороны предприниматели задаются вопросом, как камеры могут защитить от заражения коронавирусом. Гораздо важнее с точки зрения владельцев салонов направить деньги на средства индивидуальной защиты и другие меры. Мы готовы проходить каждые две недели контроль на COVID-19, пускать всех своих сотрудников на это тестирование. Вот это правильно. Чтобы было тестирование COVID-19, а не установка камер. Также невозможно соблюдение социальной дистанции между парикмахером или мастером маникюра и клиентом. Физически нельзя постричь человека на расстоянии полутора метров. А камеры в том числе будут контролировать и эту дистанцию. К тому же, по словам представителей бьюти-индустрии, против камер выступают и их клиенты. Аргумент в том, что не будет защиты. То есть, они говорят, куда-то наша информация дальше пойдет. Все равно будут сливать. Говорят, а представляете, просто сломали, сделали фейковое видео и отправили. А мы живем в маленьком городе. Вот меня, например, постригло, я там как-то неудачно сидела. Да меня на завтра же пальцем будут показывать. И по-прежнему вызывает вопрос, как обеспечить видеонаблюдение во время процедуры апелляции. Пока четкого ответа нет. На втором этапе салоны красоты смогут открыться свободно. Поэтому для тех, кто не согласен на установку камер, есть вариант подождать две или три недели. Коронавирус пришел к нам совсем недавно. И пока нет единой картины протекания COVID-19. У каждого болезнь проявляется по-разному. У кого-то есть все признаки вирусного заболевания, кто-то чувствует лишь недомогание без высокой температуры. В любом из этих случаев врача необходимо вызывать на дом. Чаще всего оно сопровождается повышением температуры, но изредка бывает так, что температура не повышена, либо она совсем маленькая, небольшая, там 37,1-2. Безусловно, нужно вызвать врача на дом. Врач придет в любом случае, даже если температура не повышена. Под особым контролем медиков находятся пациенты с хроническими заболеваниями, которые могут дать осложнение при коронавирусе. Такие люди в группе риска и им, как никому другому, важно соблюдать режим самоизоляции. Для них в поликлинике есть специальная форма справок. Эта справка может быть заказана в поликлинике дистанционно. Мы проверяем по своим базам. Если у пациента действительно есть заболевание, которое подходит в эту группу, то ему выдается справка о том, что она есть, и он предоставляет ее работу. Дать ли он, опять-таки, не должен привлекать человека к работам. На данный момент выдача больничных листов для этой категории граждан не предусмотрена. Но нам известно, что обсуждается этот вопрос. Сдать тест на коронавирус в Сарове можно только по назначению врача. Берут его в специальных лабораториях бесплатно. Многие саровчане приходят в поликлинику без симптомов COVID-19 и требуют, чтобы им также сделали тест. Некоторые даже готовы заплатить за это деньги. Смысла просто ходить и делать платные анализы нет никакого абсолютно. Этот смысл появится, когда появятся тесты, которые проводятся на наличие антител. Вот эти тесты, да, они будут говорить о том, заболеет человек или нет. Есть у него антитела, если в организме, то он не заболевает, значит, он уже в легкой форме, может быть, иногда даже незаметно для себя перенес эту инфекцию. По словам Марины Румянцевой, большинство зараженных коронавирусной инфекцией переносят COVID-19 в легкой форме. Поэтому необходимости в их госпитализации нет. Такие пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей на дому. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Тест на антитела к коронавирусу желательно сдать беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто активно общается с другими людьми, как, например, журналистам. И вот я для собственного спокойствия решила сдать этот тест. В Сарове это можно сделать в медицинском офисе инвитера. Тест качественный, а значит, позволяет выявить факт перенесенного заболевания COVID-19, даже если у Вас не было симптомов. Чувствительность теста 95%, специфичность 98%. Он выдается в терминах положительно, отрицательно, сомнительно. Если у Вас положительный тест, то Вы, скорее всего, переболели данной инфекцией, можете быть спокойны за свое здоровье в дальнейшем. Особой подготовки перед тестом не требуется, запись тоже не нужна. Приходя на анализ, клиент может быть спокоен за свое здоровье. Инвитер соблюдает все предписания Роспотребнадзора. Перчаточный масочный режим, термометрия, бактерицидные лампы, дезинфекция после каждого пациента. Также каждый клиент заполняет анкету. Кровь берут из вены, сама процедура занимает пару минут. Анализ делают в течение четырех рабочих дней. Ну вот, все быстро, совсем не больно и не страшно. Небольшой период ожидания впереди, и я буду точно знать, болела ли я коронавирусом или нет. Подробную информацию о том, как сдать тест на антитела к коронавирусу, можно узнать в медицинском офисе «Инвитро» по адресу проспект Ленина, дом 17. Или позвонив по телефону 60444. В этом году на дорогах Сарову произошло два ДТП по вине пьяных водителей. Погиб в такой аварии один человек. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Чтобы предотвратить новые трагедии, сотрудники ГИБДД периодически проводят в городе операции нетрезвый водитель и труба. Первую устраивают вечером или ночью в выходные и праздничные дни. Вторую проводят по утрам в будни. Максимальное количество транспорта останавливаем, проверяем документы, а также иные грубые нарушения, которые можно выявить, то есть не имеющие права управления, лишенные водительского удостоверения. Для большего охвата операцию проводили двумя группами по шесть человек. Автоинспекторы останавливали всех, кто проезжал по дороге на ТЭЦ и около 87-го здания. Именно там в утренние часы проходит максимальное количество машин. В среднем во время таких операций выявляют одного-двух пьяных водителей. Если водитель находится с признаками опьянения, не обязательно алкогольного, может быть, наркотического опьянения, то есть водитель отстраняется от управления транспортным средством и ему предлагается пойти освидетельствовать на состояние сначала алкогольного опьянения, ну а дальше по итогам освидетельствования уже принимается решение соответствующего. Штраф за езду в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей. Также водителю грозит лишение прав сроком до двух лет. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Саровский общественный транспорт за сутки перевозят сотни людей. Сотрудникам и пассажирам ежедневно приходится соблюдать новые требования безопасности. В начале пандемии транспорт работал в интервальном режиме. Сейчас автобусы ходят по привычному графику. На первых стадиях изоляции, то есть с 28 марта, автобусы работали у нас в усеченном режиме. То есть по графику выходного дня вывели всех работников полностью на линию. То есть работаем в обычном режиме, по графику рабочего дня. То есть у нас на линию выходит 30 единиц. И в выходной день, согласно расписанию, там 11 автобусов у нас выходят на линию. Под новые условия работы в первую очередь пришлось подстраиваться водителям и кондукторам. Сотрудникам выдали многоразовые маски, перчатки и антисептики. Для профилактики автобусы обрабатывают дезинфицирующим составом два раза в сутки. Ночью во время стоянки и уборки и в течение дня. Обрабатывает салон полностью. То есть поручни, стекла, сидения, полы, двери. Вот это делается ежедневно. Водители обязали контролировать нарушителей масочного режима. Но рассадить тех, кто не соблюдает социальную дистанцию, или отказать в посадке человеку без средства защиты, они не могут. Поэтому исполнение мер безопасности остается на совести самого пассажира. У водителя нет вот такой возможности. Он же не может их выгнать. Если человек едет, тем более, допустим, сегодня погода у нас плохая. То есть не оставишь его на улице. Все равно проходит. Но пытаемся договариваться как-то с пассажирами, чтобы они одевали маски. Хотя бы маски, не говоря уже про перчатки. Сотрудники транспортного управления призывают саровчан сознательно подходить к поездке в автобусах, надеть средства защиты и обезопасить тем самым себя и окружающих под силу каждому. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Уроки в Зуме, беседы в мессенджерах, онлайн-акции, совместный просмотр фильмов в соцсетях. После полуторамесячного перерыва в Молодежном центре возобновили занятия учебной группы, встречи клубов по интересам. Подстраиваться под новые реалии, сообщая, искать формы взаимодействия, пришлось и педагогам, и их воспитанникам. Все достаточно спокойно к этому отнеслись, понимая, что это творится не только у нас, происходит не только у нас в городе, это происходит и во всей России, и во всем мире. Приходится подстраиваться, действительно, искать новые методы, причем, с одной стороны, даже где-то есть же большие плюсы в этом. Во-первых, новые формы работы. Новые идеи, кстати, нам подкидывают сами ребята. Клуб для людей с ограниченными возможностями «Лотос» тоже перенес свои занятия в онлайн-режим. Вместо встреч в тесном кругу за чашкой чая, ребята заходят в интернет, по видеосвязи учат друг друга создавать поделки, обсуждают последние новости, делятся кулинарными рецептами и придумывают варианты совместного досуга на расстояние. Опять же, решили сделать, что каждый вечер кто-то, ну там по очереди, да, они выкладывают вечерний кинопоказ такой у нас есть. То есть интересный фильм. Сначала это был просто фильм, да, действительно, который они любили, который, ну там, нравится им, да, который они рекомендуют посмотреть другим. Потом мы поняли, что есть календарь событий, который как раз канал 16 выкладывает, да, почему бы не привязать, ну, не искать фильмы под какое-то событие, которое происходит в этот день. Помимо клубов в молодежном центре есть учебные группы по плаванию, бадминтону, танцевальная студия. Они также вернулись к работе. С их занятиями сложнее, тем не менее, педагоги нашли выход, пересмотрели учебные планы и сделали акцент на общую физическую подготовку, гимнастику и дыхательные упражнения. Также подключают специалистов из других городов. Например, на прошлой неделе у нас был устроен семинар с четырехкратными чемпионами России по стандарту. Также было интервью с многократной чемпионкой мира по латиноамериканской программе. В ДЭКе занимаются около 50 ребят от 4 до 16 лет. Взрослые выполняют задания сами, малышам помогают родители. В режиме видеоконференции преподаватели отслеживают и поправляют ошибки. Главный плюс таких занятий – поддержание физической формы. Для этого требуется немного пространства и контроль со стороны педагога. Но все-таки дистанционные уроки – неполноценная замена настоящим. Единственное, что не все, особенно взрослые ребята, поскольку им в силу возраста и сложности элементов нужно больше места, не каждый элемент можно исполнить в домашних условиях. То есть, например, европейская программа подразумевает очень активное продвижение. Соответственно, в условиях квартиры мы можем отрабатывать лишь некоторую часть упражнений для поддержания формы. Не хватает также прогонов, когда под музыку ребята исполняют всю программу без остановки. Тем не менее, даже такой формат занятий, как признают педагоги и ученики, лучше, чем ничего. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Еще в сентябре на своей последней школьной линейке 11-классница Юлия Бурова знала, с какой прической и в каком платье она пойдет на выпускной вечер. Девушка представляла, как шагает по красной дорожке за золотой медалью, поет выпускную песню на сцене и танцует вальс. Теперь Юля огорчается, что ее мечтам, скорее всего, так и не предстоит сбыться. Все года проводили выпускной. Когда его отменяют, это, во-первых, очень обидно, несправедливо. Но можно же провести после пандемии, перед поступлением в институт, но нельзя его отменять. Я все-таки надеюсь, что администрация города Сарова нас поддержит, скажет, ребята, мы вас пожалеем, давайте сделаем вместе городской, выпускной. А вот Артем Белавин говорит, что за время учебы были проблемы и посерьезнее, чем отмена выпускного. В девятом классе всему потоку пришлось сдавать русский язык устно. Потом закрыли родную школу на ремонт, теперь еще и дистанционный ЕГЭ. Впрочем, молодой человек считает, что государственные экзамены 11-классники все же будут сдавать в офлайне. Мне кажется, дистанционный ЕГЭ проводиться точно не будет, потому что, ну, тут шансов и списать больше, и как бы контроля меньше. Ну, скорее всего, это будет, как примерно обычная сдача ЕГЭ, только детей будет меньше сидеть в классах, в помещении будут соблюдаться все эти нормы. В этом году последний звонок для девятых и одиннадцатых классов пройдет в ставшем уже привычном режиме онлайн. В этом случае трансляцию местна, в отличие от выпускного вечера. Его в онлайне не перевести никак. Пока решение об отмене главного события года для выпускников не подписано, поэтому праздник еще может состояться. В любом случае, ребята настроены отметить окончание школы после снятия режима самоизоляции. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Одна из знаковых достопримечательностей города – лестница «Миру мир» сейчас находится в неприглядном виде. По углам лежат обломки плитки и мусор, перила и списаны граффити. А облицовочный камень в некоторых местах почти весь отвалился. Особенно отчетливо проблема видна на верхней площадке. На самих ступенях плитка тоже разваливается. Местные жители убрали ее в сторону, чтобы не мешало проходу. Повреждена брусчатка, поврежден мортовой камень. Но это, скорее всего, происходит из-за того, что используются химреагенты, наверное. Потому что в целом площадка нормальная, где места прохода идет посыпка песка или какие-то механизированные уборки. Но, тем не менее, оказывает влияние на конструкции. Сотрудники Управления капитального строительства и Департамента городского хозяйства в январе обсудили с подрядчиком состояние лестницы и наметили план работ, который в итоге пришлось отложить. По словам Сергея Сергеева, из-за ограничительных мер в связи с пандемией некоторые специалисты не могут въехать в Саров. Мы вместе с подрядчиком и представителем ДГХ встречались на месте. Определили для себя период восстановительных работ в рамках исполнения гарантийных обязательств. Апрель месяц. Но получилось так, что вот тут эти обстоятельства, которые на данный момент не позволяют произвести эти работы. Городскую лестницу построили еще в 1956 году. В 2017-м подрядчик сдал в эксплуатацию обновленный объект. По задумке наверху должна была располагаться ротонда, украшенная цветочными клумбами. А по всему периметру выстриженные газоны. Картина, что предстает перед глазами саровчан сейчас, проект напоминает лишь отдаленно. Символичную надпись «Миру мир» и вовсе с каждым разом все труднее рассмотреть. Склон обрастает травой и мусором, убирать который городские службы не торопятся. В данный момент лестница «Миру мир» на должном уровне, наверное, не обслуживается. То есть стрижка не производится, слова эти замечательные «Миру мир» не видны. Стоимость реконструкции, которую завершили три года назад – 5 миллионов рублей. Исправлять строительные недочеты подрядчик будет за свои деньги в рамках гарантийных обязательств. Провести необходимые работы компания планирует до 1 июля при условии ослабления ограничений на въезд. Дарья Хозина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Традиционные шесть соток уходят в прошлое. По новым СНИПам минимальная площадь дачного участка теперь равняется четырем сотам гектара. Появились и требования к границам дачных хозяйств. Так, заборы между соседними участками не должны быть глухими. Установили минимальную ширину проезжей части улиц – пять с половиной метров. Плюс пешеходная зона – один метр. Свод правил по планировке и застройке садоводческих товариществ изменили впервые за 12 лет. Но не все нормы можно применить в жизни. Например, определено минимальное расстояние от границы садоводства до лесного массива. Это 15 метров. Ну, если даже вы посмотрите, за нами лес. И так исторически сложилось, что многие у нас участки находятся фактически на территории лесной зоны. Наложили вето и на стихийные мусорные свалки. Всю ненужную органику необходимо складывать в компост на садовых участках. Для стекла, металла и пластика на территории садоводческих товариществ должны быть установлены контейнеры для сбора ТКО. СНИПы носят рекомендательный характер, но нормы, прописанные в них, ложатся в основу уставов дачных сообществ. Помимо СНИПов существуют еще уставы садоводческих товариществ, которые на практике учитывают эти СНИПы. И есть еще постановление местной администрации, которое тоже может учитывать отдельное положение данных СНИПов. И вот эти документы уже являются предписывающими. То есть обязательными к исполнению любым дачникам. Первый совет горожанам, решившим купить участок, нужно ознакомиться с уставом садоводческого товарищества. А в случае возникновения спорных вопросов с соседями сначала попробовать договориться по любовным. Практика показывает, что суд это крайний случай, когда уже другие все варианты исчерпаны. И большинство спорных ситуаций решается именно в досудебном порядке. По возможности привлекать правление товарищества для решения спорных вопросов. Если дело и дойдет до суда, то решение правления будет рассматриваться как один из аргументов. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Юные ленинцы! К борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы! Всегда готов! Неизменными атрибутами пионерии были красный галстук треугольный. Еще одним главным символом пионерии был значок «Всегда готов». А самые активные ребята удостаивались играть на горне и барабане. Пионерия, она уже вся гордыша и как-то... Не знаю, не знаю, что это не пионерия. Мне кажется, он такой какой-то обычный был. Еще когда я была, то не было. А 19 мая в День пионерии все вот эти ребята, которые уже стали пионерами, которые вступили в ряды своей пионерской организации, они вступают уже в союз «Сиящие звезды». В это зеркало на первом этаже смотрелся Николай II. Строительство банка было приурочено к 300-летию династии Романовых, и император был на его открытии. Художественным оформлением здания занимались столичные подрядчики. Красивое многоцветное изразцовое оформление зеркал и парадной лестницы было выполнено петербургским мастерами. Яркая и сказочная майолика – одно из лучших интерьерных украшений здания. Оформлением уникального шатра и парадных дверей занимался придворный поставщик Михаил Овчинников. На втором этаже со вполне мирными аллегорическими образами денежных металлов, платины, меди и серебра соседствуют облаченные в доспехе золото. Мини-экскурсию во время пандемии провела Мария Мохова. В Первую мировую войну именно в это здание была привезена значительная часть золотого запаса страны на сумму около 400 миллионов рублей. И отсюда, спустя несколько лет, 96 тонн чистого золота отправилась в сторону германской границы, как уплата за Брест-Литовский мирный договор. В так называемой царской комнате изображено восхождение на престол первого из династии Романовых Михаила Федоровича. Самая впечатляющая роспись по эскизам художника Ивана Билибина покрывает своды большого операционного зала. На потолке между гербов и геральдических орлов висят люстры, каждая весом более 500 килограммов. При этом в центре помещения нет никаких опор. На рискованном, на первый взгляд, инженерном решении настоял архитектор Владимир Покровский и дал письменную гарантию, что люстры не упадут. У конструкции свода довольно прозаичный собрат. Потолок представляет собой прикрепленную к металлическим балкам сетку рабица. У дачников она стала популярной уже к концу 20 века, а здесь с 1913 года без всяких ремонтов поддерживает 800 метров потолка. Помимо телевизионной версии для ценителей искусства и истории, в Волговятском главном управлении Банка России подготовили расширенную экскурсию и интерактивную игру. Найти их можно на сайте Банка России и на странице Волговятского главного управления. В прошлые годы, в день открытых дверей, здание Государственного банка посещали тысячи человек. Учитывая, что сейчас интерактивная игра и видеоэкскурсии выложены в интернете в свободном доступе, этот рекорд, хотя и виртуально, легко может быть побит. Елена Грязкова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Вот в этих отвалах копеечка царская была найдена. До третьего Филипповского озера мы добирались по лесной дороге. Все это время Сергей Клочков рассказывал о том, как прочесывал эти места с металлоискателем, что находил. Среди лесной чащи он опытным взглядом выхватывал растущие ровными рядами деревья. Это еще одно свидетельство того, что много лет назад здесь жили люди и возделывали поля. Поэтому именно эту местность он выбрал для поиска артефактов. Раньше здесь находился относившийся к Саровскому монастырю пустынка Филиппова. Эта местность по датировке ее и картам, она 1800 какого-то года, а самая старшая монета 1700 какого-то года. Повторюсь, дату не удалось рассмотреть. Поэтому делаю вывод, что эта местность гораздо старше, чем о ней говорят. Система прудов была одним из важных хозяйственных объектов Саровского монастыря и использовалась для сплава леса. На берегу располагались жилища монахов. Помимо монет различного достоинства Сергей находил в этих местах предметы быта и украшения. В мини-экспедициях он снимает ролики о находках и выкладывает их на своем канале в ютюбе. На этой территории была найдена часть складня. Значит, естественно, кресты или части крестов. Есть молодые кресты 18 века, есть 17-го. Крестики нательные. За время съемок, который нам чуть было не сорвал дождь, Сергею удалось найти всего одну монету. 20 копеек 1946 года. Но не всегда так везет. Бывает, что после многочасовых прочесываний уходят ни с чем. А началось его увлечение поисками старинных монет и артефактов еще в детстве. Началось это, значит, с поисков советских монет, советский период по пути из школы до дома. То есть там, где прошел снегоуборочный трактор, он сметался в одну сторону. Соответственно, ты шел по этой стороне и находил монетки. Считанные дни остались до того, как Сергей положит оборудование в чехол. Виной тому клещи, комары и дикие животные. На самом деле сезон, когда можно с металлоискателем исследовать исторические места, недолг. Это несколько недель после схода снега и столько же поздней осенью. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.